Всем привет! Это eWebDesign, с вами Саня и мы продолжаем работать с иллюстратором. Сегодня будем рассматривать такой эффект как blend, то есть переход на русском. Будем его использовать в частности для текстов, для того чтобы сделать такую объемную тень. Либо-либо мы можем сделать вот такой вот текст по 90м и он в принципе тоже очень неплохо выглядит. Ну что ж, давайте начнем наш урок. Для начала просто создадим документ. Кстати, у меня обновился иллюстратор и теперь там все не как у людей, мне это не очень нравится, но заодно посмотрите как он выглядит. Создаем документ, называем как угодно, называем, я назову просто текст-туториал. Размеры сами придумаете, цвет опять же тоже сами, смотря куда вы его хотите использовать. Пока создается документ, все отлично. Давайте напишем какой-нибудь текст. Мы будем использовать либо такой шрифт, то есть он не как обычный Times New Roman, это бесплатный Nautilus Pompilius. Он, кстати, также есть в русской версии. Этот шрифт Agency FB его нет в русском, поэтому давайте используем Nautilus Pompilius и напишем что-нибудь. Да, пускай это будет Lorem Ipsum. Да, при помощи создания текста, то есть это T-Type Tool, мы создаем текст, зададим ему любой размер, который вам нужен. То есть можете просто его тут сделать, задать, можете выбрать элемент Selection Tool и при помощи шифта, или даже без шифта, но без шифта получится не очень. Поэтому при помощи шифта мы увеличим или уменьшаем текст, просто тянем за уголочек. Давайте зайдем в Window Character, то есть это выбор текста, где у нас вот у Type Character. Естественно, я мискликнул, поэтому Type Character у меня есть. Выбираем расстояние между буквами чуть-чуть поменьше. У нас есть Auto, так как Auto 26, давайте выберем 21 и еще чуть-чуть поменьше. Сразу же выбираем оптическое расстояние между буквами. Хотя если... Нет, давайте не будем выбирать, то что тут вот будет не очень красиво. Давайте лучше так оставим. В итоге у нас уже есть наш текст. Теперь что делаем с этим текстом? Копируем его при помощи клавиш Ctrl-C, Ctrl-F на то же самое место. И выделяем обводку. Увеличиваем обводку примерно до такого... Почему-то у меня, кстати, залагал иллюстратор. Да, увеличиваем обводку примерно до такого состояния, пока у нас вот буква О не закрасится. То есть выбираем и просто увеличиваем до-до-до. Да, давайте оставим 4. Если у вас какие-то есть не очень красивые углы, попробуйте их просто скруглить. Допустим так. Для закругленных шрифтов подходит. Отлично. Так как у нас теперь уже есть наш текст с обводкой, давайте отправим его на задний фон. То есть Ctrl-Shift и прав... Да, левая получается квадратная скобка или буква Х по-русски. Отправим его на задний фон. Теперь выбираем цвет обводки. Какой у нас будет цвет обводки? Давайте сделаем какой-нибудь. Допустим фиолетовый. У нас уже есть готовые цвета. Давайте пока не будем ничего мудрствовать, придумывать. Если скроем... Ага, да, отлично. Видите, у нас обводка полностью заменяет вот этот вот черный цвет. Поэтому можно не менять ни капельки цвет. Почему мы не переводим в кривые этот текст? Я вам потом покажу. Поэтому пока что просто доверьтесь мне и не переводите его в кривые. Отлично. Теперь давайте выберем у переднего текста какой-нибудь цвет. Давайте попробуем. Выберем... Ну нет, давайте сделаем более блеклый. Я вообще в принципе люблю блеклые цвета. И еще чуть-чуть блеклее. Такой. Отлично. Давайте его сразу сделаем на задний фон. Выбираем элемент прямоугольник. Это кнопка M. И просто задаем ему ширину и высоту 100. Также отправляем его на задний фон при помощи комбинации клавиш Ctrl-Shift и левая квадратная скобка. И теперь берем тот самый текст, который у нас с обводкой. Берем, опять же его копируем Ctrl-C, Ctrl-F. Перемещаем его вниз с зажатым шрифтом. Он будет перемещаться в 10 раз больше. И при помощи кнопки Alt и Shift уменьшаем его чуть-чуть до такого расстояния, которое вам нужно. До такого размера. Теперь перемещаем его тоже на задний фон. Кстати, можно просто drag and drop перемещать. Выбираем цвет. Выбираем какой-нибудь опять же цвет, который вам будет более или менее нравиться. Выбираем эти два шрифта с обводкой. И выбираем как раз переход. Для начала зайдем в опции. Смотрите, у нас есть опции по определенной дистанции между вот этими двумя шрифтами. Я именно ее задаю. Почему? Потому что просто я хочу, чтобы он был очень плавный, как вот тут у нас используется. Ну или тут. То есть, если мы, допустим, сейчас... Мне что-то сегодня малинечко подлагивает, извиняюсь. Если сейчас мы выберем, допустим, просто определенное количество шагов и сделаем, допустим, знаете, два шага, то у нас между этими цветами всего лишь сейчас будет два таких же текста. Давайте создадим и увидите. Вот, видите, два шага. Но если вам опять же нужен какой-то такой красивый конфетный текст, то вот почему бы и нет. Но так как я именно задумывал идею того, что у нас будет очень мягкий переход, плавный, тогда мы делаем определенную дистанцию между этими двумя цветами и задаем ее в 0,1. Вот, кстати, с, так скажем, плавным переходом все очень сложно. Илюстарта сам выбирает какой-то плавный переход, поэтому мы, конечно, можем его задать и сейчас попробовать, но, скорее всего, получится что-то странное. Как видите, вообще просто одна. Ну, он считает, что это плавный переход между цветами. Мы, конечно, так с вами не будем считать. Кстати, вы можете задавать, конечно, и меньше расстояния, там, то есть 0,01 точки. Но если вы так зададите, то и у вас слабая банка, то у вас, скорее всего, не знаю, просто все заглючит. Можете уйти покушать, попить и так далее. Поэтому, да, давайте сделаем плавный переход. И вуаля. Все. Почему? Почему мы не меняли, а, не переводили текст в кривые? Смотрите, то есть, если мы сейчас поменяем просто цвет обводки, допустим, или поменяем вообще текст на что угодно там, не знаю. Естественно, надо будет поменять и те два цвета. Так, у нас получается выбран на это. В общем, вы, конечно, не можете поверить на слова. На слова можете подождать, пока я это все сделаю. Сейчас, секунду. Ну, кстати, да, получается очень интересно, если вот так вот делать. Там очень все криво. И у нас остался еще вот этот текст. Давайте попробуем вот так. Нет. Значит, я какой-нибудь лишний пробел добавил. Вот так вот, допустим. И сейчас посмотрим. Ага, понятно. Значит, тут я тоже лишний пробел добавил. В общем, как вы видите, вы сможете, в принципе, любой свой текст потом видоизменять. Ну, опять же, если это вам надо. Вот так вот. И можете, естественно, менять любые цвета. То есть, вы можете любую обводку сделать и так далее, и тому подобное. Вот. Пожалуйста. Давайте еще отцентруем, потому что просто бесит не отцентрованная. Для того, чтобы отцентровать, выбираем Align to Artboard, а не To Selection в данном месте. И просто отцентруем ее. Все. После чего сохраняем. Да, отлично. Это начальное обучение по работе с переходом в Adobe Illustrator. И вообще, на самом деле, сегодня я просто практически тестил звук. И это будет довольно-таки короткий видос. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на UwebDesign. Ставьте лайки. Комментируйте. Обсуждайте. Хейте, естественно, как тут написано. Всем пока. До встречи.